МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Строительство моста между Житковичем и Туровым в центре внимания президента. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гомельскую область. Мир труд май. Председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов рассказал, как отпразднует 1 мая 2018 в Гомеле и какой он видит современную профсоюзную организацию. Первый класс гимназии по прописке, в пятый без экзаменов. Все подробности нового указа о правилах приема в сюжете Марины Джалой. Об этих и других событиях из жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Гомельской области, как и во всей стране и даже в мире, вспоминали Чернобыльскую катастрофу. 26 апреля исполнилось 32 года с момента самого страшного техногенного бедствия в истории человечества. Традиционно к памятной дате президент Беларуси посещает пострадавшие от аварии районы страны. Не стал исключением и этот год. Анастасия Кучинская расскажет подробнее. Чернобыльская катастрофа – особая страница белорусской истории. Несмотря на то, что сама атомная станция расположена в Украине, более 70% радионуклидов осел на территории нашей страны. А Гомельский регион стал одним из наиболее пострадавших. Не обошло радиоактивное облако и Припятское полесье, что, однако, не мешает территории успешно развиваться сегодня. Красота этого живописного уголка страны президент Беларуси в очередной раз наблюдает с высоты. Отсюда же сразу можно оценить и состояние аварийного моста через Припять. Уже несколько месяцев вся страна через СМИ следит за тем, как жители Житковщины переправляются через реку. Зимой на стационарном мосту появилась трещина. С тех пор переправа с берега на берег стала похожей на приключение. Глава государства лично прибывает на место, чтобы оценить реальную ситуацию. На земле Александра Лукашенко докладывают о том, как организована переправа пассажиров и грузов. Сейчас здесь одновременно работают паром и понтонный мост. Паром в основном перевозит большегрузы, остальные автомобили пропускают по понтону. Что касается реконструкции моста, президенту подробно рассказывают о проекте. Он уже прошел экспертизу, график работ утвержден. С воронежским производителем заключили договор на поставку металлического пролетного строения. Вот предложение совместно с коллегами, значит, рвануть вот сверху эти опоры. Значит, пусть он даже если зависнет. У нас, ну, спецтехники где-то что-то доразобрать, стянуть нету, не хватает. Ну, помогут. Вот если это мы с ними сделаем до 15-20 июня, то 7 ноября это реальный срок. Ранее Александр Лукашенко уже говорил, что построить мост нужно к 7 ноября. Теперь уточняет, строение должно соответствовать самым высоким стандартам. Хоть важность высокая этого моста, значит, мост надо делать хороший. Не в том плане, что прочный. Тут нам поскупиться нельзя. Абсолютно верно. Но пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то. Поэтому надо делать капитальный мост, прочный мост и по ширине достаточно. Абсолютно верно. Кроме аварийного моста в Житковичском районе, в Беларуси еще 4 идентичных и около 20 похожих. Многие также требуют пристального внимания. Президент поручает все исследовать и внести предложение по очередности замены или реконструкции. Тут же на месте решено, что после моста в Житковичском районе возьмутся за ремонт моста под Гомелем. Следующий пункт в плане визита президента – Туровский молочный комбинат. Это предприятие начало свою работу 5 лет назад. На нем трудятся 320 человек. Комбинат дает три четверти общего объема промышленного производства района. В связи с вводом второй производственной очереди, конечно же, Туров создает рабочие места, но все это делается поэтапно. Уже в прошлом году мы создали 65 рабочих мест и на этот год план 90. Средняя зарплата более 1000 рублей. Очень хороший социальный пакет. Очень хороший микроклимат в коллективе. Команда устойчивая. С момента открытия завода производственный персонал не поменялся. По словам главы государства, молочные хозяйства должны направлять сырье прежде всего на такие успешные перерабатывающие предприятия. Они будут загружены еще больше, а в госбюджет получат дополнительные налоги. Президент обратил внимание и на то, как предприятие помогает решить жилищный вопрос работников. Задача до конца этого года ввести... Это арендное будет жилье? Значит, мы поделили на две. То есть у нас есть сотрудники, которые написали заявление, и мы им в кредит продадим эти квартиры. А половину примерно мы оставим арендное жилье. И будем и так, и так. То есть он взял тебя, будет отрабатывать потом эту квартиру? Ну, хороший пример для строительства жилья. Изучить и доложить, как будем реализовывать на этом примере. Президент поручил проанализировать еще и все молокоперерабатывающие предприятия страны. Учитывать будут три критерия. Зарплату работников, стоимость закупаемого сырья и отчисление в бюджет. Отстающие нужно либо закрывать, либо модернизировать. Поездка президента в Гомельскую область не ограничилась двумя объектами и продолжилась на следующий день. Основной лейтмотив – полезью жить и развиваться. Здесь большой экономический потенциал и хорошие возможности для роста. Но для этого нужно стараться. И не только местным жителям. Белорусы способны сделать свою страну действительно цветущим краем. Однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину. Анастасия Кучинская при поддержке АТН. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу традиционно продолжит обзор от службы информации. На уходящей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Трансляция из овального зала продолжалась 1 час 20 минут. За выступлением главы государства внимательно следили депутаты, руководители органов власти и промышленных предприятий, представители дипломатических миссий. Тысячи жителей страны слушали послания в прямом эфире по телевидению и радио. «Мы строим государство для народа. Какой будет Беларусь завтра, зависит от каждого из нас. При этом надо помнить, что процветающей может быть только та страна, где существует баланс ответственности государства и общества за выполнение своих обязанностей», – подчеркнул глава государства. По словам президента, негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены. Сейчас в стране низкий уровень инфляции, восстанавливаются объемы экспорта, улучшается структура платежного баланса. «Сейчас главное придать позитивным изменениям необратимый характер. Это позволит сохранить экономическую стабильность, а значит, мир и порядок в обществе», – отметил Александр Лукашенко. Памятные мероприятия в честь 32-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошли на этой неделе по всей Беларуси. В Гомеле у часовни, посвященной жертвам техногенной катастрофы, провели митинг «Реквием». Его организовало областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям. Именно спасатели боролись с огнем на четвертом энергоблоке. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты ночи поступило сообщение о возгорании. В половине второго на место катастрофы прибыли подразделения пожарной защиты из Припяти. Чуть позже к ним присоединились пожарные расчеты из Киева, Чернобыля и других городов. Благодаря их самоотверженности и мужеству до пяти часов утра удалось локализовать пожар. Но последствия для здоровья оказались необратимыми. Все пожарные, их было 28 человек, получили большие дозы радиации и умерли. Они были молодыми и жизнерадостными, как и их сегодняшние коллеги, собравшиеся на митинг, чтобы выразить свое уважение чернобыльским спасателям. Памятный знак энергетикам Советского Союза, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, открыли в Хойниках. Мемориал расположен в городском сквере. В 2016 году здесь, в честь 30-й годовщины аварии на ЧС, был установлен гранитный камень. В новой скульптурной композиции запечатлены в бронзе образы трех энергетиков в работе. Автор памятного знака – белорусский скульптор Валерий Кондратенко. В Рогачевском районе прошла творческая стажировка представителей зарубежных белорусских непрофессиональных коллективов художественной самодеятельности. Для представителей девяти стран мира ее организовал Республиканский центр национальных культур. В программе рассчитаны на неделю семинары, встречи и мастер-классы. Сейчас за пределами республики проживают около трех миллионов этнических белорусов. Их диаспоры существуют практически во всех странах мира – от Аргентины до Австралии. Около двух тысяч юношей и девушек из 45 стран мира. Студенты высших учебных заведений Гомеля и Мозыря собрались в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины на встречу «Беларусь. Страна мира и согласия». Площадкой для таких встреч ВУЗ становится четвертый год подряд. Главная цель мероприятия, которое проводит областное отделение Белорусского фонда мира – будущее народов в дружбе и сотрудничестве, которые должны зарождаться и крепнуть в детстве и юности. Гомельская область присоединилась к республиканской акции «Чистый водоем». Она проводится по инициативе Белорусского общества охотников и рыболовов. В субботу в очистке водоемов и природоохранных зон приняли участие сотрудники Следственного комитета, Инспекции охраны животного и растительного мира, Комитета природных ресурсов, а также школьники. Участникам акции удалось собрать из старого русла реки Сож около 500 килограммов мусора. В Гомеле начали работу городские фонтаны. Открытие нового сезона стало настоящим праздником. Для гомельчан и гостей города подготовили концертные программы, выставки и игровые площадки. Длиться сезон фонтанов будет до октября. Первый класс гимназии по прописке в пятый без экзаменов. Указ о приеме в учреждение общего среднего образования и обучение в них постепенно притворяется в жизнь. Очередная образовательная реформа затронула не только руководство системы образования в целом и директоров гимназии в частности, но и десятки тысяч семей. Наш корреспондент Марина Джалай узнала, какие вопросы больше всего волнуют родителей и как готовятся к работе по новым правилам в гимназиях. Поинтересовалась, что думает по поводу нововведений начальник областного управления образования Сергей Порошин. А также побывала в региональном центре тестирования и выяснила, какие изменения ждут нынешних выпускников. Отвел сына в детский сад и поспешил в гимназию. Папа будущего первоклассника Сергей Заяц еще в январе ознакомился с указом, согласно которому в первый класс гимназии возьмут по прописке, но до последнего не знал, к какому именно учреждению образования отнесут его дом. И даже прочитав, что все-таки к гимназии, в которую он и собирался отдавать своего ребенка, решил уточнить нюансы у администрации. Результатом беседы поделился с нами. Мы планировали своего ребенка изначально до 71 гимназию, так как там сильный коллектив, хорошая начальная школа, ходим на подготовительные курсы, очень нравится нам. Очень обрадовались, когда узнали, что не нужно будет стоять в общей очереди, будет отдельно по прописке. И таких ответственных и внимательных родителей сотни, и у каждого свои вопросы и переживания. Примерно через полтора месяца в гимназиях начнут принимать документы на поступление в первый класс по новым правилам. Вопросов у родителей пока возникает немало. Буквально каждый день мама и папа приходят в администрацию за разъяснениями. Примут ли не по прописке ребенка в первый класс, если здесь уже учится его старший брат или сестра? Что делать, если ребенок не поступил в гимназию, пошел учиться в другую школу, а теперь его дом официально закрепили за гимназией? Можно ли вернуться? Изменится ли школьная программа? Заменят ли упраздненные экзамены в пятый класс на какую-то иную проверку знаний? Введут ли независимый экзамен и так далее? Учащиеся четвертых классов в следующем учебном году без каких-либо вступительных экзаменов перейдут в пятый класс. Учащиеся девятых классов по завершении обучения на второй ступени общего среднего образования будут, как обычно, сдавать три экзамена. Русский язык, белорусский язык и математика. Позже, если наши выпускники нашей гимназии пожелают перейти в профильные группы десятого класса гимназии, они имеют право это сделать без каких-либо вступительных испытаний по профильным предметам. Выпускники девятых классов любых других учреждений образования должны будут сдать предметы профильные, профильные экзамены по тем предметам, которые они сами для себя определят. И на основании результатов экзаменов поступить к нам в десятый класс. При условии, что в десятом классе, либо в одиннадцатом классе у нас будут свободные места. Что касается первых классов, то в гимназии теперь в первую очередь будут зачислять тех, кто относится к учреждению образования по прописке. Прием заявлений от законных представителей пройдет с 12 июня до 28 августа. Администрациями районов совместно с городским исполнительным комитетом прорабатывались вопросы, связанные с закреплением микрорайонов. И конечно, если есть решение, дающее возможность подачи документов, закрепленные микрорайоны за конкретными учебными заведениями, за гимназиями или за школами, то мы гарантируем место этим всем детям для обучения в конкретных этих школах, либо гимназиях. Это гарантировано. Остальные желающие смогут претендовать на вакантные места, если такие останутся. Причем специалисты советуют в заявлении на поступление обязательно указывать время его подачи. Вплоть до того, что в заявлении родители должны указать не только дату, а может быть даже и время подачи документов, для того, чтобы не возникали какие-то спорные моменты. И здесь должна четко сработать сама гимназия, для того, чтобы не возникали различные коллизии и жалобы друг на друга. Все вопросы, касающиеся образования, можно задать Сергею Порошину лично. По понедельникам с 14 до 20 часов начальник управления образования Гомельского область полкома проводит прямую телефонную линию и прием граждан. Номер телефона в Гомеле 35 71 23. Предварительная запись не требуется. Тем временем у выпускников школы-гимназии начинается самая горячая пора. 2 мая открывается регистрация на централизованное тестирование. Она продлится до 1 июня. Тестирование пройдет в шести учебных учреждениях Гомельской области. Это Белгуд, Госуниверситет имени Франциска Скорины, ГГТУ имени Сухова, Белорусский торгово-экономический университет потребкооперации, Мозырский педуниверситет имени Шамякина и Светлогорский государственный индустриальный колледж. Начнется тестирование 12 июня с белорусского языка. Завершится 2 июля проверкой знаний по всемирной истории. Регистрация для прохождения централизованного тестирования в резервные дни с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в этом году будет проходить с некоторыми изменениями. Из особенностей централизованного тестирования 2018 года я бы отметил повышение, скажем так, проходного балла для поступающих в высшие учебные заведения по первому профильному предмету. В основном этот балл по профильным предметам поднялся на 5 единиц. В остальном мы принимаем сертификаты прошлого года, поэтому те абитуриенты, которые в прошлом году сдавали централизованное тестирование, не прошли. Они могут в этом году воспользоваться старыми сертификатами, хотя имеют право опять вновь сдавать централизованное тестирование. Абитуриенты сдают централизованное тестирование по четырем предметам. Это русский, белорусский и профильные предметы. Абитуриент имеет право выбирать сам, какие предметы он будет сдавать. Ну, это, в принципе, норма, которая была заложена в документы еще в прошлом году. Эти и другие не менее важные вопросы обсудят гости и эксперты ток-шоу «Главная тема». Уже в мае творческая группа программы совместно с Управлением образования Гомельского облсполкома готовит специальный выпуск «Большое родительское собрание» в телеэфире. В Гомель съедутся представители родительских комитетов всех, без исключения районов Гомельщины, чтобы задать свои вопросы и поучаствовать в обсуждении злободневных тем. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова рассказал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. Алексей Николаевич, сколько людей на Гомельщине объединяет большая профсоюзная семья? У нас более 500 тысяч в Гомельской области. Это более 3200 первичных профсоюзных организаций. Ну и хочу отметить, что в основном руководящие работники профсоюзных органов – это общественники. Только лишь, ну, наверное, более чуть 3% люди выполняют свою работу на профессиональной основе за деньги, скажем так. Поэтому профессионализм в нашей работе – это одно из главных слов, которым нужно придерживаться и отбирать людей на эту работу, именно отталкиваясь от этих понятий. Какой должна быть современная профсоюзная организация? Какие задачи в связи с этим ставить перед собой лично, перед членами отраслевых профсоюзов, перед членами первичек? Ну, вы в своем вопросе уже ответили, к сожалению, на него же сами. Современная, самое главное, современная профсоюзная организация должна быть, но в то же время не отступать от основных направлений деятельности, и чему должен отвечать, в принципе, профсоюз – это защита социально-экономических интересов трудящихся, как на рабочем месте, так и в быту, и также охрана его труда. Человек должен прийти на работу здоровым и вернуться в семью тоже здоровым. Это одни из самых главных направлений, но в то же время, опять же, в современном мире, с современными условиями работы, отвечающие требованиям современности. Вот самое главное направление. Охрана труда, защита правовых интересов – это ведь всего одна часть, малая только из всех направлений деятельности профсоюзного движения. Ну, я бы не сказал, что она самая малая часть или малая часть. Одна из основных. Одна из основных частей. Мы не списываемся счетов в такое направление, как наш досуг, развлечения, мероприятия, которые связаны с культурно-массовыми направлениями. Это, конечно, тоже очень важно. Но в то же время, в настоящее время, я считаю, что социально-экономические интересы людей и их защита надо ставить в углов угла, самое главное. Алексей Николаевич, конечно, не могу не спросить о том, каким будет 1 мая 2018. Какие сюрпризы готовите для гомельчан и жителей области? Ну, начну с того, что это праздник-долгожитель. Он зародился и начал отмечаться еще задолго до Великой Октябрьской исторической революции и в советский период, и после советский периода. Ну, а проводиться он будет традиционно в нашем всем любимом городском парке на открытой площадке эстрадной возле аттракционов. Включать в себя будет многочисленные мероприятия, связанные с этим праздником. Это и викторины, это и концертная программа, это и много будет посвящено детям. Поэтому будет интересно и много будет нового. Приглашаю всех на эту площадку вместе с детьми посетить ее и отпраздновать праздник 1 мая. Кстати говоря, о современности, раз уж заговорили, вот несмотря на большую вековую историю, праздник по-прежнему остается современным? Я считаю, что да. Потому что, наверное, одним из основных организаторов данного праздника в этом году это Молодежный совет при нашем Гомельском областном объединении профсоюзов. Они включают свои нормы и формы, и методы проведения праздника. Это и флешмобы, это и фото-выставки, фото-сушка так называемая, и много-много другого, что-то нового, интересного. Что ж, спасибо за интервью и до встречи на празднике. Спасибо. Далее обзор культурных событий. Во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялся концерт «Черная быль. Пробуждение». Он стал финальным аккордом цикла концертов лекции «Беларусь. Диалог. Классика», призванного знакомить зрителей с богатейшим музыкальным наследием композиторов, которые в разное время творили на белорусской земле. На этот раз звучали сочинения современных белорусских авторов и искренние проникновенные произведения для настоящих ценителей академической классической музыки. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилиной. В Гомеле продолжается 15-й юбилейный городской пасхальный фестиваль. Он включает проведение интересных и познавательных тематических мероприятий. На уходящей неделе в рамках фестиваля в Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка литых старообрядческих икон из личного собрания архиепископа Говельского и Жлобинского Стефана. Экспозиция дополнена предметами из фондов Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Федора Шклярова. Литые иконы, кресты, складни были неотъемлемой частью старообрядческой культуры. На выставке можно увидеть икону Божией Матери Казанской, всех скорбящих радость, четырехстворчатый складень. Всего 13 икон 18-20 веков, а также книги, прориси и предметы старообрядческой культуры. Представленную на выставке коллекцию икон архиепископ Говельский и Жлобинский Стефан собирал более 30 лет. Одни экспонаты были куплены и даже спасены из пунктов сдачи металлолома. Другие переданы в дар, в том числе из отселенных деревень в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. К слову, большинство культурных мероприятий уходящей недели были посвящены именно этому трагическому событию. В годовщине Чернобыльской аварии в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина открылась выставка под названием «Есть сила благодатная в созвучии слов живых». Одна часть музейной экспозиции состоит из церковной литературы и утвари из православного прихода деревни Микуличи Брагинского района. Здесь представлены уникальные старопечатные церковные книги 18-го начала 20-го века. Это сохраненные книжные артефакты из выселенных в результате Чернобыля деревень. Вторая часть экспозиции также рассказывает о техногенной катастрофе. Она включает в себя книжные издания, средства индивидуальной защиты и приборы для измерения радиации из личной коллекции ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС Валерия Селицкого. Для юных посетителей библиотеки предусмотрена интерактивная экскурсия. А во дворце Румянцевых и Паскевичей тем временем состоялся концерт, приуроченный годовщине Чернобыльской аварии. В белой гостиной звучали искренние и проникновенные произведения для настоящих ценителей академической классической музыки. В программе «Черная быль пробуждения» были исполнены сочинения современных белорусских композиторов. Сергей Бельтюков, Андрей Якушев, Евгения Глебова и других наших талантливых земляков. Гости вечера услышали как признанные шедевры музыкального искусства, так и малоизвестные композиции, некоторые из которых в нашей стране прозвучали впервые. Это экспрессивные произведения, отражающие крик души и страдания, а в какой-то момент пробуждение. Они воплощают дань памяти погибшим в катастрофе на ЧАЭС и трагедию всего белорусского народа. Музыкальная программа «Черная быль пробуждения» стала финальным аккордом цикла концертов лекций «Беларусь. Диалог. Классика». Это совместный творческий проект известного музыканта, дирижера, лауреата международных конкурсов Мурада Асуила и Гомельской областной филармонии. Проект был задуман как презентация богатейшего музыкального наследия отечественных и зарубежных композиторов, которые в разное время творили на белорусской земле. А сейчас о наиболее интересных культурных событиях в следующей неделе. В Гомельском государственном цирке стартует новая шоу-программа. Зрители ждут незабываемые выступления морских львов, бурых медведей, енотов, собак, лошадей, обезьян. Также на манеже захватывающие трюки эквилибристов, гимнастов, акробатов и жонглеров. Артисты будут гастролировать в Гомеле с 5 мая по 3 июня и закроют своим выступлением цирковой сезон. А тем временем на территории исторического центра «Мозырский замок» начал работу контактный зоопарк «Ферма добра». Здесь можно не только увидеть, но и погладить козлят, ягнят, шиншилл, африканских ежиков, енотов, кроликов и других забавных животных. Сотрудники контактного зоопарка научат детей взаимодействовать с питомцами и правильно их кормить. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова